Премия Бабеля Международная литературная премия имени Бабеля Заседание жюри над коротким списком Которое начнется буквально через неделю Весь состав жюри, включая внука Исаака Бабеля Будет собираться и обсуждать тех, кто попадет в короткий список Ну и самый главный, третий, но самый главный повод Так все красиво совпало, что сегодня Международный день защиты детей У меня всегда вопрос, кто и от кого детей защищает Потому что мне кажется, что это просто день детей И это большая радость, что сегодня во Всемирном клубе Одесситов Наша будущая смела Поэтому первым делом я попрошу поприветствовать наших виновников сегодняшнего торжества Ну и по традиции, перед тем, как перейти собственно к действу Я передаю слово, сегодня у нас присутствуют здесь И участвуют в открытии два вице-президента Всемирного клуба Одесситов И первым я предоставляю слово Евгению Михайловичу Голубовскому Я рад, что сегодня мы встречаемся вновь со студией Кланды Михайловны Боголюбовой Мы уже когда-то устраивали в нашем клубе выставку ее ребят, ее учеников, ее студийцев И это всегда большая радость Потому что это дети, которые... Все дети талантливые, все дети, наверное, даже гениальны, можно об этом говорить Но суметь из них вот эту талантливость, гениальность выудить Дать возможность им самим почувствовать, насколько они интересны всем остальным Это большое и большое искусство И Кланды Михайловны обладает этим качеством То, что я видел на выставках ее учеников, всегда поражает Поражает тем, насколько они раскрепощены Насколько они чувствуют цвет И даже когда это графика, что мнение свойственно для детям Это все равно интересно, это все равно убеждает В данном случае я увидел работы Андрея Боголюбова, графические Чрезвычайно интересные Мне кажется, что такое прочтение Бабера понравилось бы ему самому И вот я шел, смотрел на эти работы И пытался себе представить, как бы он взглянул Улыбнулся ли бы он, глядя на эти рисунки Уверен, что улыбнулся бы Уверен, что ощутил бы сопричастность с этими детьми И главное, что они, как бы они не были малы, понимают, что он написал Мне очень приятно, что Кланды Михайловна вновь вернулась к нам со своими детьми Поповерясь Вице-президент Северного клуба «Деситов» Валерий Сахович Харин А, кстати, член жюри Международной литературной премии имени Бабеля У меня многое происходит случайно Добрый день Многое происходит случайно И случайно происходит то, что не может не произойти После того, как Всемирный клуб «Деситов» инициировал международный сбор денег на памятник Бабелю Вот такие случаи стали происходить Потому что памятник Бабелю в «Деситов» было то, чего не могло не быть И вот он стоит, открытый 4 сентября 2011 года Значит, здесь мне позвонила Клавдия Михайловна И сказала, я пришла в клуб и сказала о том, что откроется выставка в Крайовеческом музее Мне сказали, об этом вы должны обязательно сказать с Валерий Сахович Харин Вот, значит, почти случайно Значит, я оказался там и просто был этим поражен Значит, когда я выложил два рисунка в Фейсбуке Значит, мне прислали, по моей просьбе, эти рисунки Значит, было много откликов замечательных Что вообще, как это, что это А из выдающихся художник, портретист И вообще замечательный живописец, патриарх Борис Зуртовский, его живет в Москве Там очень интересная история связана с ним Он написал, нужно альбом делать Валера, нужно делать альбом Мы с ним знакомы Нужно делать альбом Я к Владею Михайлову позвонил Говорю, там родители А вдруг есть там среди родителей какой-нибудь олигарх Думаю, есть очень много Уже некоторые вот-вот, но пока никто не может быть Президентом Короче говоря, я попросил, чтобы она мне фотографии сделала Всей выставки не прислала То есть мы постепенно готовимся к тому, чтобы сделать альбом Я уже к Владею Михайлову сегодня говорил Что, конечно, хорошо бы раньше Но когда то, что сделано, сделано замечательно И я думаю, что эта выставка, посвященная Бабелю Как бы останется на века Потому что она имеет все признаки искусства А искусство вечное Особенно спешить некуда, понимаете То, что временно, это нужно там торопиться А то, что имеет склонность к тому, чтобы остаться надолго Можно не торопиться Дальше Елена Олеговна сказала, что жюри приезжает и все Я хочу вам сказать, что оно будет работать Обсуждать материалы присланных авторов Вот в этом помещении То есть мы все будем сидеть среди вот этой выставки И среди того, как вот одесские дети чувствуют больно Мне кажется, в этом есть что-то такое правильное и символическое То есть это опять же из того ряда, что так не могло не получиться И еще я хочу сказать, что сегодня день защиты детей Вот действительно возникает вопрос защиты от кого Я думаю, что сейчас время изменилось Эпоха немножко изменилась В общем, много всяких опасностей И я думаю, что вот эта выставка Это пример того, как не мы защищаем детей А дети защищают нас Дети хранят традиции Одессы Лучшие традиции Традиции, которыми славится Одесса Мы суетимся, у нас там много политики Много того, кто чем занимается и все такое Мы как бы помним, имеем в виду Ну и нам не всегда хватает времени Благодаря Клавдии Михайловне и ее студии Замечательно перед ребятами Значит, вот они нас защищают от абсурда Понимаете, от хаоса, который надвигается Но вот то, что дети, то, что они делают Говорит о том, что это все временно Что все придет в норму И дети, наш завтрашний день Это дети, дети И если они занимаются подобными ротовещами Наш завтрашний день будет хорошим Спасибо Ну и, собственно, Клавдия Михайловна Спасибо Клавдия Михайловна Боголюбова Руководитель Харт-студии Спасибо большое Ну, во-первых, мне хочется поздравить Всех моих детей Всех присутствующих с открытием нашей выставки Поблагодарить Тех, кто сказал теплые слова В наш адрес Это всегда приятно слышать Мы всегда стараемся Сказать несколько слов об участниках Их 15 человек Самая маленькая участница, Сонечка И вот ей 4 года Она нарисовала дедушку Эхбаума Вот на этой стеночке Можете посмотреть Ей 4 года Да, Сонечка? Да, вот видите, она подтверждает Вот, там детки постарше Хочу сказать, что эти детки В общем-то, все выросли на интернете И, казалось бы, тот язык того времени Возможно, им было бы непонятие Но нет, то, что гениально То всегда интересно Они разговаривали языком Бабеля Они вот все хотели быть бени-криком То есть с большой радостью Наверное, только над Гоголем Они с такой радостью работали Как над Бабелем Поэтому, конечно, это гениальный писатель И мы рады, чтобы вот так вот смогли Прикоснуться к нему И чуть-чуть, наверное, понять И даже когда мы уже закончили рисовать Они хотели еще дальше рисовать на эту тему Правда, видите? Было такое Так что мы... Я еще раз поздравляю своих детей Все, кто к нам пришел сегодня на наш праздник И они вам приготовили буквально такой маленький На несколько минут монтаж Из начала короля Венчание кончилось Равин опустился в кресло Потом он вышел из комнаты И увидел столы Поставленные во всю длину двора Их было так много Что они высовывали свой хвост За ворота на госпитальную улицу Перекрытые бархатом столы Велись по двору, как змеи Которым на брюхо наложили заплаты всех цветов И пели они густыми голосами Заплаты из оранжевого и красного барха Квартиры были превращены в кухню Сквозь закопченные двери Белоточное пламя Пьяное и пухлое пламя В его дымных лучах Крик в старушече лица Бабьи тряски и подбородки Замусоленные груди Под Розовый, как кровь Розовый, как пена Бешеной собаки Обтекал эти груды Разросшегося Сладковоняющего человеческого мяса Три кухарки, не считая судомоя Готовили свадебный ужин И над ними царила Восьмидесятилетняя Реза Традиционная, как свиток Торы Крохотная и горбатая Перед ужином во двор затесался Молодой человек Неизвестный гостям Он спросил Бенюкрика Он отвел Бенюкрика в сторону Слушайте, король Я имею вам сказать пару слов Меня касала тетя Хана с Костецкой Ну хорошо, что это за пару слов? Вчера в участок приехал новый пристав Велела вам сказать тетя Хана Я знал об этом позавчера Дальше Пристав собрал участок и сказал им речь Новая медла чистая медленно Он хочет облаву Дальше Король, вы знаете, когда будет облава? Она будет завтра Нет, король, она будет сегодня Что сказал тебе это мальчик? Это сказала тетя Хана Вы знаете тетю Хану? Я знаю тетю Хану дальше Пристав собрал участок и сказал им речь Мы должны задушить Беня Крика. Там, где есть государь-император, там нет короля. И сегодня, когда Крик выдает замок сестру, и все они там будут, надо сделать облаву. Тогда Шпики начали бояться и сказали, если мы сегодня сделаем облаву, когда у него праздник, то Беня расчерчает. Самолюбие мне дороже. Ну иди. Что сказать о Тихане за облаву? Скажи, Бена знает за облаву. И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три, извиняясь друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по стажинству. Глупая старость жилка не менее, чем дружливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька шита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. Как сделал себе ягрик налетчик-король-налетик? Зятем Эйхбаум. Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без огня? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бейли написал Эйхбауму письмо. Сендер Эйхбаум, положите, пожалуйста, завтра утром на любивский мирам шестьдесят двадцать тысяч рублей. Но если вы этого не сделаете, то вас ждет на коне, что это неслыхно. И вся Одесса будет говорить о вас с почтением, Беня король. Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. Девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отрезал кие у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшийся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух. Потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предметным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних колесонах выбежал Эйхбаум и спросил. Что с этого будет, Беня? Если у меня не будет денег, месье Эйхбаум, то у вас не будет коров. Это дважды два. Сойди в помещение, Беня. И в помещение они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдана в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. В ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы писали, как чёрные девы, и бабы-молочницы шарахлись под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор в вырезанной рубашке выбежала дочь старика Эйхбаума. Циля и победа короля стало его поражением. Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги. После этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм. Под его манжеткой съел бриллиантовый браслет. Он пошёл в комнату, поздоровался, и попросил у Эйхбаума руки его дочери цилить. Старика хватил он лёгкий удар. Он поднялся. Старик его на ещё жизни лет на 20. Слушайте Эйхбауму, когда вы умрёте, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворота. Я поставлю вам памятник Эйхбауму из розового мрамора. Я сделала старостой в родской синагоге. Я брошу специальности к вам и поступлю в ваше дело компаньонам. У нас будет 200 коров. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живёте. Я выстрелу вам дачу на 16-й станции. И взять у вас будет король не сопляк, а король Эйхбаум. И он добился своего. Беня Крик. Потому что он был страстным. А страсть владычествует Магмиран. Я хочу сказать, что такое бабель. Вот две фразы. Обратите внимание. Одна фраза. Налётчики стреляли в воздух. Потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. Вот бабель. А вторая окружённая дружелюбными браунингами. Дружелюбными браунингами. Понимаете? Вот что это такое? Это о главном. Понимаете? Если оружие существует, оно должно существовать, чтобы защищать людей. Правильно? Вот. Ну, потрясающе вообще. Тогда у меня предложение. Давайте откроем выставку. На 3-4 мы все фором скажем «Выставка открыта». Договорились? Просто фором. 3-4. Выставка открыта! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ